танкисты всем привет всем хорошего настроения и конечно как обычно приятного просмотра народ сегодня речь пойдет про танк t22sr это именно тот средний танк который хочу одним из первых выкуп при первой же возможности я могу объяснить почему я не совсем обладаю скиллом игры на средних либо легких танках и мне этот танк необходим просто для того чтобы выпрямить руки ведь именно средний и легкие танки я считаю выпрямляют руки а что может быть лучше народ чем t22sr ведь он прощает миллиард ошибок он танкует как не танкуют некоторые тяжи и отличный обладает динамикой обладает отличным бронированием со всеми его фальшбортами у него относительно хорошая стабилизация орудий и великолепная точность ну конечно же не такая как у t62 китая дойка вообще я считаю лидер по этим показателям по орудию ну и леопард конечно тоже но и давайте обратимся к репле к сожалению у нашего героя либо у нашей героини нет нет того крутого камуфляжа тех обвесах которые так идут этому танку поэтому я тебя заклинаю приобрети как можно быстрее все эти обвесы всю эту красоту потому что этот танк приобретает совершенно другой вид ну и давайте посмотрим врывается на стан противников на фланг то потому что их тут превосходящее количество и танкует первую плюшку на 640 понятно что объект 268 не особо выцеливал не особо сводился но все равно народ танкует а вот именно от таких плюх у нас у всех горит потому что они заходят в нас на завидной регулярностью если мы например играем на каком нибудь тяжелом танке либо на каком-нибудь среднем танке а вот этот этот монстр может все и смотрите у нас здесь уже стб объекта 68 стандарт т-30 все это дело контролит из 4 пробирается вперед ну наш это тоже вроде здесь стоят но давайте посмотрим у нас средний танк можем что делает у нас стандарт б либо либо т-54 сзади его же там сейчас первого раскидают но слава богу что из 4 забирает амикс первого прототипа потому что конкурент достаточно серьезный и потихонечку потихонечку поджимаемся это грамотные действия из команды союзников потому что нельзя давать возможность для того чтобы они выдавили нас отсюда потому что тогда преимущество не будет совершенно никакого никакого нас сожмут с пещеры на на нас будут накидываться с центра карты и это очень чревато точности хоть я и повторюсь не достаточно как уж т-62 тем не менее хватает выцелить объект 268 в лючок и получает из 4 в борт и нет никакого рикошета попадания не пробить а здесь по всей видимости стб первому мешает либо может быть из 4 отъехать назад и а ну потом после того как его ставить на гусеница понятно что у него по всей видимости не это ремки и смотрите викер скрузер я только сейчас обратил внимание что недоволен совсем чем-то парень не совсем понятно правда чем но сейчас посмотрим обратите внимание что пишет в чат и с чем это связано т-30 к сожалению здесь в выигрышной позиции в отличие от нашего т-22 ср потому что у него есть его склонение орудия у него есть великолепная бронированная башня и альфа 640 который получается танковать также народ к сожалению не в защиту этого танка скажу что нету как у всех совков углов склонения орудия вроде у них у него их 5 насколько я понимаю и здесь ты 62 опять-таки превосходит т-22 средний но народ вот такие вещи все двойки не позволит вам делать танкование на 640 танкование голдой от птс ау на 545 такого точно не ну вы не вы такого не получится только за редким исключением и в каких-то ситуациях знаете когда вбр целиком и полностью на вашей стороне но тем временем настреливаем 3000 урона и 2 300 уже от танкованного остается средний так и два тяжелых танков за нас викер скрузер который ругает по моему все что движется он недовольны всем происходящим и объект 704 радует что объект 704 хоть кого-то убил вероятно он понимает что нужно делать хоть чуть-чуть и танкуем два снаряда на 425 тяжелых танков это вообще капец грамотное танкование на т-22sr позволит вам танковать и не такое то есть выезжаете от борта подставляем им фальшборд подставляя им щучий нос и таким образом ловите не пробитие за не пробитие а башня насколько я понимаю народ и поправьте меня если ошибаюсь получше уши от двоечки но я могу ошибаться все равно этот танк играется немножечко более расслабленно нежели шестьдесят двойка и в рейтинговых боях и в рандоме и на турнирах мы можем часто встретить этот танк потому что он реально заслуживает просто отдельного внимания и обожаю реплей когда прислать на этом танке но из 4 понятно что здесь действовать не совсем грамотно но народ сказать что это но кнопка тоже не могу потому что у нашего нашего героя нашей героини 20 тысяч боев даже больше и ну сказать что он сражается против раков там с 500 боями я тоже не могу ну и естественно ст 1 уже ничего не остается как отправляется в ангар как вы все уже поняли критуется ему боеукладка а это означает то что к ты у него по всей видимости нет когда от этого не зависит и 704 смотрите просто пинганула наш герой замер у объекта 704 пинганул и что вообще происходит несусветное он просит чтобы ему оставили хотя бы хоть но по всей видимости четвертый фражек понятно что это уже медаль мастера безусловно но тем не менее все равно 6 300 на стреля на урон и 4000 4 практически с половиной от танкованный великолепнейший бой и давайте посмотрим вот наши героини 50 процентов побед народ это не с фиолетовая даже не синяя статистика 50 процентов побед 24 тысячи боев говорит о том что этот танк в руках игрока ниже среднего и среднего может творить чудеса объект 704 49 процентов тоже ну вот 16 тысяч боев до хоре 19 тысяч боев я вообще даже не понял когда он ушел от кого он шел и стандарт b народа в самом начале я говорил о том что он что вообще он делает в центре карте где он получает с разных сторон алексей шукаринов посмотри пожалуйста этот реплей надеюсь он тебе поможет до скилл команды про союзников говорит о многом давайте посмотрим что у команды противников ст 1 народ ст 1 63 процента побед 8 тысяч боев практически у нас не было ни единого синего игрока т-30 52 процента тоже превосходит по скиллу нашего героя и 55 процентов 30 тысяч боев объект 268 то есть здесь команда противников реально сильнее вот что делает т-22 ссср и танкисты спасибо что пришли на канал спасибо что подписались ставьте лайки пишите комментарии стараюсь ответить каждому и реплей с после боевой статистикой как обычно отправляйте на мою почту она указана над моей вебкой пожалуйста пишите вкратце всеми письма что происходило в бою с отправлять и скрины после боевой статистики и командных результатов все народ всем спасибо и пока пока и в описании под видео есть мой личный дискорд сервер там вы сможете со мной про пообщаться как к в голосовом чате комнате так и в переписке все всем пока хорошего настроения